В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале коротко об основных событиях. Сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд. Маленький пассажир – большая ответственность. Убирай, какой тебе нравится? Вот этот нравится? Юбилей отмечает выдающийся врач акушер-гинеколог Видного перинатального центра Ильяс Куликов. Мы спасаем жизни, даем новую жизнь. Мы работаем для людей. На стадионе «Металлург» состоялся товарищеский матч ветеранов футбола. Тут разность среди возраста, но в основном здесь 45+. Сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу провели рейд. Маленький пассажир – большая ответственность. Проверяли у автовладельцев, которые перевозят детей, наличие специальных удерживающих устройств. Как соблюдают такие жизненно важные правила в городе Видное, узнала наша съемочная группа. Во многом жизни и здоровье малышей зависит от того, соблюдают ли их родители правила дорожного движения. А именно, используют ли специальные удерживающие устройства. Сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу регулярно проводят рейд «Детское кресло». На этот раз он прошел на улице Березовой, вблизи которой находятся детские сады и школы. Основная цель мероприятия – снижение количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с детьми и пассажирами. Именно поэтому особое внимание инспекторов на наличие в машине удерживающих устройств и ремней безопасности. До 7 лет наши дети перевозятся в специальном детском удерживающем устройстве. Кресло детское, система изофикс, жесткого крепления. Можно устанавливать на переднее пассажирское сидение. Дети старше 7 лет могут перевозиться в специальных детских удерживающих устройствах сзади. А дети постарше, где-то лет с 12, наверное, у нас перевозятся в бустерах. Инспекторы проверили наличие автокресел и их правильную установку в салоне автомобиля и исправную фиксацию ремня безопасности. Помимо устной разъяснительной работы, сотрудники госавтоинспекции вручили водителям буклеты с полезной информацией о юном пассажирам игрушки. Выбирай, какой тебе нравится? Вот этот нравится? За время проведения рейда было проверено более 30 транспортных средств и выявлено два нарушения по перевозке детей. Размер штрафа в таком случае составляет 3000 рублей. Пристегивайтесь в другой раз, не надо дедушку подставлять. Вот не надо отстегиваться, пока вы едете. Подобные профилактические проверки, соблюдение правил перевозки несовершеннолетних сотрудники госавтоинспекции проводят на постоянной основе. В этом году на территории Ленинского округа не было ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием детей, которые бы передвигались без специальных удерживающих устройств. Это говорит о том, что такие рейды действительно помогают. Юлия Стоферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Более 700 детских площадок обновят в этом году в Подмосковье. 130 из них модернизируют, а на остальных полностью заменят устаревшие игровые элементы. Особое внимание будет уделено безопасности. Все такие комплексы во дворах будут установлены с учетом современных требований. Амортизирующее покрытие, игровые элементы из высококачественных материалов для детей разных возрастов. Скамейки с урнами, камеры видеонаблюдения, безопасный регион, уличное освещение и металлические ограждения. В Ленинском городском округе приведут в порядок несколько площадок в городе Видное, на проспекте Ленинского комсомола и на Петровском проезде, а также в поселках Володарского и Развилке. Губернаторская программа действует в регионе с 2013 года. За это время на территории Московской области установлено свыше полутора тысяч детских игровых комплексов. 15 июля в России отмечается День акушера-гинеколога, а в 2024 году в этот же день, 50-летний юбилей, отмечает врач-акушер-гинеколог Видновского перинатального центра, кандидат медицинских наук, обладатель звания, лучший врач Московской области Ильяс Куликов. Наша съемочная группа встретилась с юбиляром. Побеседовал с ним Максим Козлов. День рождения для доктора Ильяса Куликова – обычный трудовой день. Во многом благодаря таким, как он, Видновский перинатальный центр является одним из лидеров в своей области. А ироничная пословица «на работу, как на праздник» – это про него. Я пришел сюда, когда обучался в аспирантуре. Это был 2001 год. И в 2004 году я закончил аспирантуру, и уже пришел сюда на постоянное место работы. С 2014 года я работаю здесь и 20 лет, в принципе. Для Раисы Барышевой и ее сына Святослава все волнения и тревоги остались позади, скоро на выписку, о чем и пришел ей сообщить доктор Куликов. Увидев камеру, Раиса заметно волнуется. Не то от неожиданности, не то от переполняющих чувств. Он как человек замечательный, как врач – это золотой. То есть не могу даже слова выбрать и сказать «врач от Бога». Сотням женщин с опасной патологией, врастанием плаценты доктор Куликов подарил возможность полноценной жизни. По сути, если сравнивать сухие цифры, он с коллегами ежедневно творит настоящее чудо. Врастание плаценты вырубится на матке. В мире, в принципе, в таких ситуациях проводится органово-наносящая операция, пациентка решается органом. Мы в нашем перинатальном центре разработали методику, запатентовали ее. И процент неудачных операций, то есть операции, когда проводится экстерпация матки, у нас всего 2,5%. А в мире от 60 до 90%. Как отмечают коллеги, заведующий акушерским отделением патологии беременности Винновского перинатального центра Ильяс Александрович Куликов начальник строгий, но справедливый. И надежный старший товарищ, готовый всегда прийти на помощь. Может и похвалить, и поругать. Все по справедливости, все как надо, все четко и без какой-либо воды. Отношения дружеские, человеческие. Как наставник Илья Александрович всегда поддержит в любой ситуации, всегда что-то подскажет. Любой вопрос можно позвонить ему в любое время. Сейчас кандидат медицинских наук Ильяс Куликов немало времени проводит не только в операционной, но и за компьютером. Пришло время подвести итоги многолетних трудов. Мы вели научную работу. В рамках этой работы подготовлена докторская диссертация. Прошла ее апробация. И сейчас мы готовим уже подачу документов в высшую аттестационную комиссию. Работа с пациентами, научные изыскания, операции, участие в профессиональных конференциях. Все это занимает немало времени, но в семье у доктора царит гармония. Моя жена тоже врач. Она ревматолог. Работает в научно-исследовательском институте ревматологии имени Насоновой. Она все прекрасно понимает. Мы спасаем жизни, даем новую жизнь. То есть мы работаем для людей. Работать для людей, наверное, это и есть главный жизненный девиз Ильяса Куликова. С 50-летием доктор. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ритмичная музыка, увлекательные игры, эстафеты и все это, не выходя за пределы собственного двора. Настоящий праздник лета был организован в парке Сосинки. Насыщенная программа пришлась по душе каждому гостю. Лето выдалось по-настоящему жарким. Уже несколько недель температура воздуха в городе держится на отметке выше 30 градусов. А значит, самое время собирать друзей и выходить на улицу. Тем более сотрудники Дворца культуры «Видное» подготовили для ребят нечто особенное. Мы приготовили детям веселые игры, танцы. Смех и радость будут сегодня литься из этого прекрасного шатра в парке Сосинки. Дети танцевали, играли с мячом, участвовали в викторинах и по их улыбкам было видно, программа удалась. Многие ребята с нетерпением ждут таких мероприятий и каждый раз участвуют в эстафетах и конкурсах. Мы очень часто гуляем и из-за этого мы слышим какой-то шум. Мы ждем, мы ждем на мероприятия. Мне нравится здесь весело и есть чем заняться. Игры в парке Сосинки пришлись по душе и родителям. Пока дети заняты, можно расположиться на скамейке, почитать книгу и отдохнуть на свежем воздухе. Единственное пожелание, чтобы такие мероприятия проходили как можно чаще. Очень прекрасное, веселое, интересное. Дети очень нравятся. Мы здесь каждый день и каждый выходной получаем массу удовольствия. Время за игрой позволяет не только развлечься, но и найти новых друзей в своем дворе. Такие программы на самом деле нужны в подобных местах, потому что дети в процессе игры знакомятся, получают удовольствие, получают положительные эмоции. Игровые программы для детей продолжатся. Сотрудники Дворца культуры намекают – ждите, скоро придем и в ваш двор. Инга Инчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. На стадионе «Металлург» состоялся товарищеский матч «Не стареют душу ветераны». Игру посвятили 55-летию со дня основания первого состава футбольной команды «Металлург». Подробнее в сюжете Юлии Стаферовой. В этом году футбольная команда «Металлург» отмечает свой 55-летний юбилей. В честь этой красивой даты на одноименном стадионе «Видном» состоялся товарищеский матч между виновниками торжества и командой «Перегар». Мероприятие прошло в рамках фестиваля ветеранов футбола. Всего запланировано три таких тура. Тут разность среднего возраста, но в основном здесь 45 плюс ориентировочно. Есть, конечно, помоложе ребята, есть и постарше. И 70 лет есть, и 77. Тренерский состав коллектива всегда был на высоком уровне. Поэтому команда «Металлург» и занимала хорошие позиции в турнирных таблицах на протяжении всех лет своего существования. Именно благодаря грамотной тренерской работе ветераны футбола находятся в прекрасной физической форме и продолжают завоевывать призовые места. Мы играли с ветеранами на первенстве России среди ветеранов. Занимали третьи и первые места. А потом ездили на товарищеские игры в Словакию, в Польшу, в Венгрию, в Догомыс. Для Бориса Зубова этот стадион стал частью жизни. Он начал играть за «Металлург» еще юношей. Своё увлечение не бросает и по сей день. С самого раннего детства, можно сказать, мы здесь всегда находились. После школы делали уроки и сразу сюда, на стадион. Вот здесь прошло моим детством. Геннадий Баранов считает, что быть вратарем – это состояние души. Он стоит в воротах команды «Металлург» более 40 лет. По его словам, вратари хорошо знают, как забивать голы противнику. Сегодня этим секретом он готов поделиться. Есть такие нулевые точки у вратаря, куда можно спокойно пробить, и он не достанет. Не надо сильно ударять. К 55-летнему юбилею команды сотрудники историко-культурного отдела Дворца культуры «Видное» приурочили фотовыставку, которая отражает всю историю «Металлурга». Юлия Остаферова, Елена Замятнина, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин